всем привет у меня на канале проходит сп моя зима где принимают участие как блогеры так и не блогеры девочки каждый месяц выкладывают свои фотографии в альбом нашей группе вконтакте с отшивом со своими продвижениями если вам интересно я оставлю ссылку в инфобоксе на эти два альбома вы можете зайти посмотреть и вот на этой теме у нашей участницы и моей рукодельной подруги марине филипповой появилась прекрасно великолепная идея организовать виртуальную выставку наших похвастушек на зимнюю тему ведь работы блогеров вы видите а мы ваши нет у вас тоже много всего интересного давайте делиться красотой и как это работает сейчас я покажу вам наверное на примере сделаю какую-то вставку и так давайте посмотрим как это работает под каждым своим видео в инфобоксе я оставляю ссылку на нашу группу вконтакте вышиваем вместе юля творчество вот вы переходите по ссылке оказывайтесь на этой страничке здесь вот разная информация в ленте и вам нужно перейти в альбомы вот у нас есть альбомчики здесь на сегодня их 19 вот пожалуйста все наши альбомы здесь мы видим выставка зимняя сказка вот он альбом вот у нас с альбом с готовыми работами с по моей любимой коты 3 моя зима а вот у нас альбомы с отчетами по спм давайте перейдем в один из альбомов и я вам заодно покажу как можно добавить вашу заявку и как нужно отчитываться но чтобы сделать заявку вам нужно нажать на кнопочку добавить фотографию вы выберете свою фотографию вашей заявки и потом сделайте описание к фотографии технические характеристики почему вы выбрали данный данный дизайн вот к примеру я сейчас зашла в отчет к елене исаевой елена делала заявочку вот на этого чудесного санту на таком этапе была работа не с нуля уже был небольшой старт и вот здесь мы видим описание что то почему технические характеристики впечатления и дальше вот они пошли отчеты мы видим сюда же нам отчитывается и по второй работе елена лучше конечно делать отдельно но ничего вот мы видим отчет уже видите и также идут описание видите вот они все 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 заявочки наши девочек рукодельниц красавиц можно всегда перейти и отследить историю отшива той или иной работы вот тоже можно зайти наталья зенкина вышивает эту прекрасную работу от панны и видим видите вот отсчет девочки пишут тоже комментарии вот все очень интересно и понятно вот и возвращаемся теперь наши альбомы здесь у нас вот она наша выставка зимняя сказка переходим в альбом здесь можно почитать информацию о данной выставке какие работы могут принимать участие мы видим что уже есть несколько фотографий участницы начинают заполнять альбом пока еще мало потому что только-только мы вот начинаем и давайте покажу как здесь все устроено ну начнем с моих работ я уже немножко здесь загрузила фотографии первую фотографию мы выбираем вы выберете самую самую любимую для вас с какую вы хотите поставить на обложку вашего альбома так сказать у меня в данном случае это вышивка по набору золотое руно первая любовь очень люблю эту работу она у меня постоянно висит и я на нее любуюсь и вот тут технические характеристики и какие-то эмоции связанные с отшивом этой работы дальше в комментариях я уже начинала начала загружать другие фотографии вот видите другие работы вот они мне уже пишут комментарии вот видите чуть-чуть я загрузила ну еще наверное найду несколько работ дальше давайте сюда зайдем вот настя маркова пожалуйста выбрала основной работой вот эту вышивку фирмы dimensions описание дальше вот игрушки пошли увидите сколько много очень красиво а это работа марины филипповая вот как раз марина затейница и придумала эту очень интересную идею организовать виртуальную выставку и мы вместе будем вести этот проект помогать будет марина она тоже администратор нашей группе поэтому мы вместе будем стараться вести этот проект всех приглашаем присоединиться я думаю будет очень интересно и мы видим марина выбрала как основную работу это вышивка фирмы dimensions 13673 вот такие замечательные синички оформление здесь очень сложная интересная широкая рама тройной паспорту такое углубление очень интересно вот еще одна работа от марины но марина пишет что продолжение следует поэтому будем ждать конечно же других работ вот присоединяйтесь я думаю что будет очень очень интересно и я тоже сейчас буду готовить фотографии чтобы выложить в этот альбом посмотрела свои фотографии мне конечно есть фото всех моих отшивок но знаете всегда я делаю на скорую руку куда-то спешу у меня нет каких-то интересных композиций освещение сфотографировала и главное чтобы была память но для нашей выставки мне конечно хочется чтобы это было более атмосферно наверное представлены все работы поэтому я решила все заново сфотографировать ну и так как я блогер конечно же снять видео немножко вас понять вам настроение создать тоже атмосферу ну и выпушку повышеваете под вышивку первая работа это финиш прошлого года оригинальный набор фирмы dimensions кто за кем наблюдает я думаю все вы знаете прекрасно знаете этот дизайн я в него была влюблена очень очень долго и сначала скачала схему но потом все-таки у меня получилось приобрести набор я его начала как всегда кусочек вышила где-то и отложила этот дизайн на долгое время и потом благодаря нашим сп по моему сп мои любимые годы 2 я его там вышивала прекрасно все завершила очень очень люблю эту работу вышивается легко получается красиво атмосферно здесь каждая деталь каждый элемент все вышивается очень интересные коты и скворечник и птички елки снежинки все 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 очень очень интересно поэтому если у вас есть такая работа несмотря на то что ее в принципе часто вышивают вышивайте очень легко вышивается и она классная хочу конечно ее оформить но все хочу оформить пока вот не получается оформить ничего зато она у меня есть я могу вот так ее достать тоже ручками и потрогать просматривать в эту красоту и всегда конечно шанс есть и оформиться главное что она вышита вот такая у меня первая работка идем дальше представляю вам вторую мою работу это вышивка по набору фирмы домокрафт сейчас эта фирма уже не существует но мне был оригинальный набор покупала я его очень очень давно это было ли 13 или 14 год я уже не вспомню точно вышивала по моему в зимний период мне было такое настроение мне хотелось вышить именно этот сюжет круглый интересно вышивался вышивка в три ниточки схема несложная все вышло достаточно быстро единственное с этой вышивка у меня случилось неприятно здесь полиняли нитки где-то здесь их видно чуть-чуть не смогла я отстирать ну не сильно бросается в глаза нужно присматриваться чтобы увидеть что здесь есть покрасились ниточки оформила в наволочку вот в такую большую 50 на 50 сантиметров я люблю чтобы подушки были такие большие пушистые такие хорошо набиты уютные и действительно очень атмосферно вот сейчас достала эту наволочку немножко проглажу и уже буду наряжать подушки именно в зимними сюжетами делать наволочки наряжать и буду создавать уже атмосферу праздничную может быть не совсем буду же создавать зимнюю праздничную атмосферу в доме и перейдем к следующим работам ну а эти работы только так по-другому они мне в кадр не помещается это тоже наволочки такого же размера 50 на 50 сантиметров вышивала подбором на глаз нитки подбирала вообще из того что у меня было вышивала эти дизайны очень давно тоже когда только начинала вышивать особо материалов у меня не было и опыта тоже не было поэтому я могла вот так найти схему в интернете подобрать самостоятельно ниточки и вот вышивать подбор конечно здесь грубоватый я сейчас это вижу понимаю но эти вышивки я очень люблю знаете не такие атмосферные они недорогие как память оформились вот так классно в подушке знаете когда эти наволочки одеты на подушке и они большие вот такие хорошо набиты у меня получается это очень атмосферно эти синички такие лампочки фонарики очень хорошо видны зимние сюжеты здесь у нас веточка еловая шишками там у нас рябинка все очень атмосферно очень по зимнему по зимнему мне эти вышивки очень-очень нравятся я их обожаю вот такие мне три есть наволочки и я рада что я вышила вот эти две парные смотрятся конечно же интереснее когда две вместе но одна у меня такая ленешенькая в синих оттенках нужно будет наверное тоже когда-нибудь что-то подобрать люблю вообще подушки но как-то получается что я их редко вышиваю на самом деле я с удовольствием вышила бы еще несколько наволочек такая красота вот даже пусть вот первые мои вышивки они здесь не очень подобрано хорошо все но тем не менее атмосферные мне очень-очень нравятся вот такие две красотки а это еще одна вышивка с историей эту вышивку я вышивала в совместном проекте в самом первом совместном проекте который проходил на нашем youtube нас блогеров было тогда еще мало и мы вышивали все вот эту картинку кто-то по оригинальному набору кто-то подбором я вышивала подбором в ниточках дмс мне очень понравилось вышивать этот дизайн вышивался легко с таким настроением каждую неделю мы снимали отчет и каждую неделю мы ждали отчет у друг друга посмотреть как продвигается вышивка у девочек какие сложности мы многие учились вышивать тогда для нас дименшинс был это что-то новое что-то сложное эти полукрестики все было в новинку бэкстич но вот видите осталось все работы на память и именно в том времени когда я знакомилась с этим знакомилась вышивкой очень-очень теплые воспоминания оформление здесь вот такое мне не очень нравится точнее совсем не нравится это оформление потому что оформляла здесь в багетной мастерской тоже было связано с тем периодом когда я искала свою багетную мастерскую здесь у мастеров практически нет опыта работа с вышивкой особенно вот с вышивкой такого плана они не умеют оформлять не умеют подбирать и конечно это было ой-ой-ой караул после этого я вообще боялась ходить в багетную мастерскую потому что мне здесь отрезали почти под самый край отступы вот я не знаю зачем она сделать девушка в эти зачем нужно было отрезать вышивка никак не закреплена она просто отрезала отступы и придавила стеклом вот это вот так вот ну что делать что делать вот такой опыт тоже есть тем не менее работу эту люблю но оформление мне не нравится поэтому нигде не висит нужно что-то придумать с этой красотой может быть переоформить может оформить в подушку не знаю буду думать вот сегодня достала вместе с вами смотрю на нее вспоминаю все этапы этой вышивки и думаю что нужно все таки вернуть эту вышивку жизни как-то ее применить и использовать все таки в моем быту вот такая красивая работа идем дальше еще одна интересная для меня работа это оригинальный набор фирмы dimensions вышивалась эта работа на мюс линии по напечатанному кресту когда покупала я не обратила внимание что покупаю в такой технике и немножко мне было как бы страшновато что не очень хорошо получится и что-то будет светить и крест такой крупный три ниточки и мне было как-то все это непривычно но когда я приступила к вышивке я поняла что получается все очень очень хорошо и вы знаете для тех кто не любит вышивать на аиде чтобы были видны вот эти дырочки от аиды мюс линии это просто идеальная основа настолько все получается классно гладко и кажется что это просто рисунок здесь из примечательного использовались все дополнительные стежки кроме крестика бэкстич понятное дело также здесь использовалась гладь стем стич и кординг да что еще было из примечательного по моему вот эти стежки были для меня новыми я очень люблю вышивать птичка здесь такое разнообразие и такая красивая кормушка приятные оттенки я вышивала с огромным удовольствием и оформила вот так белую рамочку с двойная рама первая рама вот такого мятного цвета вторая беленькая очень люблю эту вышивку можно сказать немножко детский сюжет но я обожаю этих птичек и оформились они на мой взгляд очень удачно этой работой я полностью довольна очень рада у меня есть еще один наборчик на мюс линии тоже с птичками обязательно будет когда не знаю но будет будет и по моему Dimensions есть еще такой набор крестики да на обычной аиде для тех кто не хочет вот в таком варианте но я бы рекомендовал один раз попробовать на мюс линии это интересно действительно получается очень эффектно вот такие наборы мне кажется мы не очень оценили у Dimensions на самом деле очень интересные и идем дальше и заключительная работа в моей коллекции на зимнюю тематику это вышивка по набору фирмы Золотое Руно называется первая любовь вышивала в 2015 году вышивалась интересно вышивала я ее знаете вот так вот не отрываясь у меня тогда еще не было много процессов я старалась брать и продвигать вышивку помню ждала с огромным нетерпением каждого нового участка было интересно вышивать платье у девочки с оленями свитер шарфу снеговика посмотрите какой счастливый снеговик сколько птичек вроде бы зимний сюжет но такой яркий и настолько он позитивный эта работа все годы висела у меня над моим рабочим столом но сейчас я ее перевесила так как на работу над рабочим моим столом висит петух от custom crafts а эта работа висит в другом месте но в любом случае я ее не снимаю круглый год она у меня есть в моем доме очень очень ее люблю и вот как казалось девочки это все мои вышивки на зимнюю тематику люблю зиму хочется ее вышивать и вот вышиваю но на самом деле готовых работ на зимнюю тему у меня не много наборов у меня очень много на зимнюю тему но вот почему то я мало вышила этих дизайнов на зимнюю тематику нужно конечно стараться есть куда расти хочется вышить но еще штук 20 чтобы было что показать и чем гордиться очень люблю зимние дизайны процессы поэтому приглашаю вас также делиться своими вышивками переходите по ссылке может принять участие абсолютно все и блогеры и не блогеры нужно просто сфотографировать ваши работы добавить их в альбом сделать описание каждой работе и все и мы будем заходить и любоваться вашими работами именно на зимнюю тему на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok